Для того, чтобы репетитору эффективно ориентироваться в мире онлайн-технологий, важно разделить онлайн-обучение на два раздельных процесса. Первое — это синхронное обучение, второе — это асинхронное обучение. Что такое синхронное обучение? Это взаимодействие учителя и ученика в режиме реального времени. Асинхронное обучение подразумевает некую самостоятельность ученика. То есть в отсутствии учителя, в свободное время, ученик садится за экран компьютера и самостоятельно проделывает некоторые упражнения. Давайте посмотрим на конкретные примеры этих инструментов на платформе. Вкладочка «Аудио» — это, конечно же, синхронное обучение. Здесь учитель и ученик могут совместно прослушивать аудиофайлы. Вкладка «Attachments» — здесь располагаются вырезки из книг, слайды презентации, таблицы. Вот, например, можно составлять рассказ по данной информации под присмотром учителя. Дальше — это «Whiteboard» для командной работы. Кстати, на нашу доску тоже можно вставлять аудиофайлы и совместно прослушать с учеником. Это чат для переписки. И, конечно же, это конференц-связь. Инструменты асинхронного обучения. Это «Exercises», которые ученик может выполнять самостоятельно в качестве домашнего задания. «Vocabulary» — «Does he work five days a week?» По сути, я не рассказал вам ничего нового, потому что, несмотря на свое разнообразие, новые технологии не придумали и не изобрели новую парадигму в педагогике. Все осталось на том же самом уровне. Как и всегда, у нас есть классная работа, когда ученик взаимодействует с учителем, и есть домашняя работа, которая сейчас просто называется новыми словами. Синхронное и асинхронное обучение. Конечно же, грань между этими двумя категориями более зыбкая, чем вам кажется. Вы можете в классе с учеником делать также электронные упражнения. Но, однако, я не советую две эти категории смешивать. Почему? Потому что, если вы весь урок просите ученика заполнять онлайн-упражнения под вашим присмотром, то рано или поздно ученика после эйфории, связанной с новыми технологиями интерактивности, назреет вопрос, зачем мне вообще нужен учитель, если я, в принципе, весь урок могу сам сидеть здесь, что-то нажимать, тыркать на этих тренажерах и получать свои знания. Поэтому очень важно разделять эту черту. И действительно, когда учитель в классе присутствует с учениками, он должен работать, используя все-таки методы синхронного обучения. Но если чуть-чуть время осталось, вы не знаете, как его занять, или ученик слишком подустал, тогда я вам рекомендую заниматься, использовать, так сказать, асинхронные тренажеры, для того, чтобы ученик как-то немножко отдохнул от вас, набрался сил перед следующим заданием. Кстати, вот эти вкладки у нас открепляются, и вы можете отправить линк на эти вкладки, для того, чтобы ученик самостоятельно проделать упражнение. Позвольте, я вам покажу, как это работает. У ученика в кабинете есть вкладочка «Quizzes», и здесь есть все необходимые квизы, которые вы можете послать ученику. Для того, чтобы поделиться квизом, вам нужно нажать на вот эту розеточку, скопируется линк в буфер обмена, и потом просто вот эту ссылочку вы можете отправить ученику. Как мы связываемся с учениками? У нас здесь есть написать «Messages», найти ученика, и отправить ему необходимый линк для выполнения домашней работы. Как ученик это будет видеть? Ну вот, пожалуйста, упражнение, которое видит ученик. При этом он не находится на страничке урока. Страничка урока у нас, я напоминаю, выглядит немножко по-другому. Она выглядит... Она выглядит вот так. Здесь собраны все элементы, как и синхронного, так и синхронного взаимодействия с учеником. Но вот эта ссылочка, она отчуждаемая, вы отправляете, и ученик не видит другие вкладки, вообще никаких вкладок не видит, кроме самого упражнения. И вот он может это упражнение выполнять. Поэтому в следующем видео я бы хотел бы рассказать, как создаются эти квизы поподробнее, как их сделать интерактивными, и вообще какая философия лежит, которая вдохновила меня создавать квизы именно таким образом. Уверяю вас, они значительно отличаются от стандартного набора, и от стандартного понимания того, что такое интерактивное обучение.